МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так же, как миллион людей по всей нашей стране, мы сегодня будем здоровы, потому что нас объединяет просто бег. Это на самом деле очень весело и круто. Нам тем более осталось два года учиться вместе. И это еще один повод привести выходной все вместе в такой дружной, приятной обстановке. Нас тренировали. Мы бегали и в снег, и в дождь, и в слякоть. Теперь мы полностью готовы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кросснации все бегают. Это интересно, поддерживают физическое здоровье, так сказать, с друзьями. Отличный повод собраться вместе, поговорить, повеселиться, не только за учебой заниматься. У нас просто радиофак, мы там учимся много. Вот единственный способ так вместе сказать. Весело провести время. Кафедра физиспитания всех студентов позвала сегодня участвовать, проявить свою активную позицию жизненную. Конечно, настраивали. Во-первых, у нас идет сейчас легкая атлетика, мы бегаем. То есть у нас студенты пришли не просто с дивана встали и пришли. Мы готовились, весь сентябрь бегали на улице. Так что студенты подготовленные, думаю, что пробегут. Агитировали очень хорошо. Агитировали всех. То есть я считаю, что это общее мероприятие. И поэтому даже те, которые у меня, вот, ребятки с хроническими заболеваниями, они тоже пришли. Кто-то принимает участие в организации, записывает студентов, кто пришел. Кто-то хотя бы просто трусцой, но пробегает эту дистанцию. Нам сказал физрук. Да. Мы хотим поучаствовать в кроссе нации, потому что это очень большое, интересное мероприятие, где каждый может упробовать свои силы. Ну и вообще интересно, весело, здорово. Гимназ, коронавирус, гимназ, коронавирус. Желательно по школам, чтобы было. Вот гимназии 37, там пересекаем. Ну и в первую очередь, конечно, по-своему, но и за это, конечно, будет бонус на парах физкультуры. Ну нет, к этому забегу я конкретно не готовился, но в принципе я занимаюсь немного бегом, и поэтому могу примерно ожидать, что меня ждет. А что вы делаете? Футбол сегодня. Здравствуйте. Шеф. 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 На эту сцену я бы хотел пригласить людей, которые сегодня вместе с вами преодолеют свою дистанцию. Дорогие друзья, рад приветствовать вас. И хочу прочитать поэму. Наше тело – мышцы, а не фарш. Нацикросс победам марш! Мы с самого начала очень старались бежать, потом немножко подустали, решили пойти пешком. И в конце мы все-таки решили красиво закончить и бежали, как только могли. Эмоций очень много, много институтов бежит, это объединяет людей. Просто превосходное мероприятие. Шеф. Хорошо, только очень долго, устала немножко. Я не соревновался, мы просто с другом пробежались так на скорости, все чисто для себя. Ну вообще-то круто было. Само представление начальное – это тоже хорошо очень. Классно было. Форсаж – это вообще ребята молодцы, прям танцуют. А пробежка так легенькая была. Спуск, подъем. По предварительным заявкам у нас было около 50 тысяч, но я вот сейчас опытным взглядом прошел, посмотрел. Я думаю, у нас еще больше, потому что действительно в этом году и активность участников перед кроссом наций, вот эту неделю, которую мы раздавали футболки, принимали заявки, намного выше была. Я глубоко убежден, что в этом этот кросс наций проходит более ярко, более массово. Уральский федеральный университет традиционно является организатором, оператором кросса наций в Екатеринбурге. Собрано более 200 волонтеров, это все наши студенты. В том году у нас было около 10 тысяч участников, студентов и сотрудников. В этом году, я думаю, эта цифра увеличилась. Нашим волонтерам дана команда, чтобы они подсчитали хотя бы плюс-минус ориентировочно. Я думаю, мне скоро дадут цифру, сколько наших студентов и сотрудников приняло участие. Но я думаю, это более 12 тысяч. В новом семестре у многих студентов появились долги. Как обстоят дела с хвостами в Уральском федеральном, мы спросили у студентов. У меня, собственно, один хвост по программированию конкретнее на языке питон. Ну, собственно, там вся проблема в том, что я не получила допуск к зачету, соответственно, не сдала зачет. Да, ну, сейчас есть возможность пересдачи, надо только писать задачи, вовремя там себя подгонять, чтобы это делать. Вот, так что я думаю, что через месяц я уже не буду хвостом. В принципе, на МакМехе сложно учиться, но если это нравится и это интересно, то никаких особо проблем не будет. Главное, не запускать учебу. Если никого-то не получилось сдать, то появляется хвост. Собирались и сдавали. Кто не сдавал, тех отчисляли. В моей жизни не было хвостов. У меня одногруппники были, они были отчислены, несколько из них. Но, как правило, все сдавали еще не перенося на сентябрь. То есть, если это летняя сессия, то они сдавали, допустим, через месяц. А все остальные, все остальные отчислялись. Полгруппы у нас хвостами ходят. Ребята некоторые думают, что можно отложить хвост на последний курс, потом прийти это пересдать. Но я так не считаю. Мне кажется, все нужно делать вовремя, сдавать все в срок, чтобы не было никаких проблем. До какого числа необходимо сдать все задолженности? Будут ли бонусы тем студентам, которые принимали активное участие в мероприятиях? Мы спросили у администрации. На сегодняшний день у нас порядка 1600 хвостистов с долгами, которые три и более хвоста. Это студенты очной формы отделения. Я уже не говорю пока о заочниках. То есть, там мы еще статистику подводим. Когда мы анализировали успеваемость студентов еще по окончании летней сессии, мы увидели, что есть студенты, которые имеют хвосты не только за эту сессию, последнюю летнюю, да, они имеют за зимнюю, а некоторые имеют еще за предыдущие курсы. И тогда ректор пошел навстречу, и мы подписали приказ, где написали, что студенты, которые имеют три и более задолженности, они будут отчислены после 1 октября. Вот я всегда говорю, что если вы пришли в университет, вы для себя определитесь. Если хватает у вас потенциала и учиться, и плясать, танцевать, и волонтерами работать, ну, пожалуйста, работайте. Но если вы видите, что не хватает, то вы как бы выбирайте. Выбирать-то надо, естественно, в пользу учебы. Времени для сдачи задолженности осталось мало. Успевайте сдать все зачеты экзамена вовремя, и ни пуха ни пера. В этой светлой аудитории проходит занятие будущих математиков. Названа она в честь великого ученого Николая Николаевича Красовского. И каждый студент математико-механического факультета знает это имя с первого курса. Фотографии на этих стендах изображают периоды жизни Николая Николаевича. Детство, учеба в Уральском индустриальном институте и конец 50-х годов, когда Красовский пришел в Уральский государственный университет. Великие научные открытия в области теории оптимального управления и дифференциальных игр, членство в Академии наук – все это еще впереди. Сегодня в честь 90-летия со дня рождения Николая Николаевича Красовского в Уральском федеральном университете проходит конференция, которая собрала ученых не только со всей России, но и из-за рубежа таких стран, как США, Германия, Болгария, Белоруссия. Эта конференция посвящена теории управления, теории дифференциальных игр, теории дифференциальных уравнений. В этих направлениях работал Николай Николаевич Красовский. На конференцию собрались видные специалисты в этой области. Они сделали целый ряд фундаментальных докладов. Российская наука здесь занимает ведущие позиции, и в этом велика роль самого Николая Николаевича Красовского. После окончания Уральского университета в 1969 году пришла в отдел Николая Николаевича Красовского. И с тех пор работаю в этом отделе, работаю в этой школе, считаю, что это большое счастье, поскольку мне удалось быть свидетелем и участником вот этого процесса создания мощной теории. То, что сделал Николай Николаевич, оно имеет свое дальнейшее развитие. Мне в основном была интересна секция про дифференциальные игры. Ну, это то, чем я занимаюсь, про что у меня будет диссертация. Мой руководитель является учеником Николая Николаевича, поэтому мы с самого начала, ну, совместно с ним работали. Первую книжку, которую мы читали по дифференциальным играм, это вот была монография Николая Николаевича от 1985 года. Собственно, мы занимаемся тем, что продолжаем как-то развивать, стараться что-то придумывать новое, немножко расширять. Я строю множество достижимости, потом перехожу к пределу, получаю какой-то предел. Разное применение тут. Ну, если про теорию управления говорить, то, например, освоение космического пространства. Вот сам Николай Николаевич очень высоко ценил инженеров. И как раз он говорил, что мы вот создаем идеи какие-то, взгляд на вещи, а решать задачи все-таки инженеры. Человек, он был требовательный, он был хороший учитель, и он задавал очень высокую планку, которой надо было соответствовать. Но сказать, что к себе он предъявлял гораздо большие требования, и вот это как-то, понимаете, оно и обучало, собственно, тому, как надо относиться к работе, как надо относиться к людям. У него самый такой, один из любимых тезисов был, это самая главная победа у человека, это победа над самим собой. Успеть поесть во время перерыва между парами – проблема, знакомая каждому студенту. Но сегодня сделать это становится проще. В университете появляется все больше мест для обеда. Вот так, без лишних слов и торжественных церемоний открывает свои двери новая столовая комбината питания УРФУ, на этот раз в Химико-технологическом институте. Это уже 17-я точка во всем университетском комплексе, где студенты могут покушать. Две из них открыты в общежитиях университета. Студенты обучаются не весь день, имеют перерывы. Они могут прийти покушать здесь в столовой. Иногда даже это выходит им гораздо выгоднее, чем купить продукты и приготовить это самостоятельно. Потому что мы закупаем продукты, бывает дешевле, чем они могли бы это купить в магазине. Суп начинается от 15 рублей и выше. Может быть суп солянка, например, есть там дорогие мясные продукты, идут около 40 рублей. В данный момент у нас есть суп-пюре из тыквы. Вот тыкву получили. Поэтому выбрать то, что хочет студент скушать, он найдет всегда в наших столовых. Уже с чем? Есть мино, котлеты куриные, грязи, курица с линиром, гуляш с черносливом, с говядиной. Больше любят макароны, пюре, рис хорошо покупают, ребята. Ну и мясное, это классную курицу, или куриные, хорошо котлетки. Ребята хорошо отцебляют с собой, потому что упаковочка, они не понимают, сама научатся здесь. Как только она открылась, мы вот буквально заселились, сразу же сюда пошли обедать. Ну и сразу же в первый день все понравилось. Я очень доволен. Кухня есть, ну просто столовая до пяти работает, после пяти уже сюда не сходить. А так, если есть время, то сюда сходить здесь очень удобно. Буквально 10 метров. Студенты ходят, мы с восьми часов работаем, и на завтрак, и на обед, и во второй половине дня. В дальнейшем, я думаю, что это уже в ближайших двух недель, мы откроем ее до восьми часов вечера. Дорого и вкусно, после тяжелого учебного дня, вот в самый раз кушать аппетитную котлетку. Но не хлебом лединым сыт человек, а студент тем более. Несмотря на разнообразное меню и качественное обслуживание, студентам все еще чего-то не хватает. Не хватает, наверное, чтобы было побольше места, тесно очень. Мне желательно, чтобы цены были пониже, и все. Чтобы главное, вот мясо побольше, а то постоянно курица да курица, или там рыба да рыба, именно мясо хочется. Хотели бы, чтобы очередь меньше была, да. Курчу хочется всем, и надо успевать. Когда вот большая транс перемена, то есть в середине уже не хватает следующих мест у столовой. Плохо было поставить столы для больших компаний. То есть на четырех человек стола заем. Порой мало. Может, вай-фай бесплатный. У нас есть в нескольких точках, но, понимаете, дети задерживаются за столами. Большую перемену. Они садятся и пользуются вай-фаем, и из-за этого получается, что кто-то стоит и не может покушать нормально. Они ждут, когда освободят. В главном учебном корпусе там есть вообще, в принципе, вай-фай. Но я думаю, что пока мы не готовы к этому. Я бы предложила сделать карточную систему. Ну, то есть, кладутся деньги на карту. И зачем оплачивать вместе с картой? Это бы, так сказать, ускорило процесс. Мы недавно ввели безнал. Сейчас прорабатываем вопрос, обвести карты для студентов, чтобы родители могли положить на них деньги, и уже оплачивались студенты с помощью этих карт. Есть это в задумке, в разработке. Постоянная проблема у нас в главном учебном корпусе. Отключаются кассы в большую перемену. Приходится доставать наши старые кассы и работать на них. Пока это заминка. Вот это заминка именно по сетям. Мы не можем это все еще внедрить. Ярмарка творческих возможностей в Уральском федеральном университете проводится третий раз. Она проводится с целью, чтобы все первокурсники смогли узнать с первого дня, какие коллективы есть в Уральском федеральном. Потому что кроме учебы, у них есть возможность реализовывать свой творческий потенциал. В нашем коллективе люди, которые никогда нигде не занимались, за год, за два могут достичь первого взрослого разряда или, может быть, кандидатов в мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу. У нас репетиция проходит три раза в неделю. На Большакова 77, примерно по полтора часа. Кто двигается быстрее и дальше, того мы нагружаем побольше. Я узнала о Фарипсе на первом курсе магистратуры, собственно говоря. Случайно увидела объявление и позвонила. Я учусь даже в магистратуре, я еще и работаю. Поэтому занятия как бы вечером, и поэтому очень спокойно можно совмещать. Через ночь по ее дам, да со мной плыви. Проводили кастинг как раз к нам в музыкальный театр. Я пришла, и ребята меня сразу радушно очень приняли. И вот они мне очень понравились, потому что они все такие творческие, такие же, как я, заряжены энтузиазмом, как вовлекать искусство в массы. И поэтому я с ними осталась. Вот уже, несмотря на то, что ты окончила обучение, я продолжаю оставаться с ними, потому что, как сказать, они часть моей души. Как таковых навыков не требуется, но желательно, потому что мы все-таки ставим мюзиклы, и подготовка и хореографически-вокально как бы приветствуется. Но приходили к нам ребята, которые изначально не пели и не танцевали. Вот, мы как бы стараемся им помогать и преподавать. Занимаюсь в коллективе «Феномена». Коллектив существует с 2003 года. Сейчас мы являемся самым лучшим шоу-балетом нашего города, одной из популярнейших групп поддержек. Мы поддерживаем такие команды, как ФК «Урал», БК «Урал». Наши девочки танцуют на УГМК, а также поддерживаем волейбол «Уралочка». То есть, нас приглашают на крупные мероприятия. Был дебют первокурсника, и «Феномена» выступал на дебюте первокурсника, и меня они очень впечатлили тем, как они двигаются, какие они красивые, какие они классные. Я захотела стать точно такой же, как они, и моя мечта сбылась. Танцы, они раскрепощают, дают уверенность в себе. Очень много знакомых появляется в этой деятельности. Я в свое время была мисс УПИ в 2009 году. То есть, на самом деле, очень много дорог открывается для студентов, которые приходят в наш вуз учиться, и много возможностей, то есть много знакомств. Студенческая жизнь становится интереснее. Это не только учеба, но и внеучебная жизнь. Мы также с моим мужем познакомились как раз-таки внеучебной жизни. То есть, на самом деле, я очень довольна, что я попала в этот коллектив, в этот вуз. Если не все студенты сумели посмотреть выступления наших коллективов, они могут найти информацию о коллективах на сайте нашего университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова